Добрый-добрый-добрый день всем! Ну что, у нас Сайлига, и это азиатский дивизион, и это финал. Ну, пики вы, собственно, видели сами, а так по пику, в общем-то, сказать нечего. У нас старый добрый олдскул, и Nature's Profit возвращается в пик. Венжфул Спирит, Джаггернаут, Дизраптор и Вайпер для команды Малайзии. Со стороны команды Минески, Скайра Смак, Вичдоктор, Бристлбек, Снайпер и Брудмазер в пике. Я так понимаю, пушить не перепушить, что с одной стороны, что с другой. Ну, пока очень в тему у нас пауза получилась, сразу давайте по героям разберемся. Джесси Уош будет у нас на Бристлбеке, Снайпер будет играть... На Снайпере будет играть Джей, Куку будет на Брудмазер. Джей у нас играть будет на Скайра Смаге. И 5-5-9-3 Ова будет играть на Вичдокторе. Со стороны команды Малайзия, Муши играет на Дизрапторе. Кецик Мбай играет у нас на Вайпере, на Мидлейне, как я понимаю, Куху будет играть на Джаггернауте, Джонни. На Венжфул Спирит и Охайо будет отыгрывать на Нейчерс Профите. В общем-то, очень хорошо и интересно, что у нас в пик вернулся наконец-то Нейчерс Профит. Все-таки это известная имба и давным-давно его не было. А Нейчерс Профит умеет творить вещи, особенно если с ровными руками садятся герои за данного персонажа, садятся игроки за данного героя. Ну, я не думаю, что какие-то проблемы есть у нас у Охайо с руками. Нейчерс Профит у нас еще и на Сложную отправляется. Затарили его чем только можно. Сентрик дали тоже в руки Охайо, чтобы где-то здесь, я так понимаю, девардить то, что будет девардить ворды от команды Малайзия. Сложно я сказал, но на самом деле все очень просто. Ну что, по лайнам ситуация в принципе понятна со стороны команды Малайзия. На топ-лейне у нас будет стоять Джиггернаут, Муша будет его саппортить. Мид-лейн здесь для Акица Камбана в Вайпере и какое-то время здесь попастется Джуни и в принципе в скором времени, я думаю, что убежит. Ну и со стороны команды Минески фармить низ будет Бруда, причем Куку это будет делать в соло. На мид-лейне будет стоять Джей на Снайпере, недалеко от него Джей на Скайрос Маге, еще один Джей, только по-другому пишется Вич Доктор. Будет саппортить на топ-лейне Джесси Уоша на Бристалбеке. Ну и в Даблу, Даблу отправляют в мид, классическая схема, Скайрос Маг здесь просто должен доставать мидера команды противника. Бруду загоняют в сетку, но тут Скуку просто так не справится. Ставится веб и убегает у нас Брудмазер через леса, все это в принципе возможно. Ну Скайрос Маг здесь в принципе может задержаться, кое-как здесь фарм подправить Снайперу, потому как дела не лучшим образом обстоят у нас у Джей уже. На лоу хп находится Снайпер. Так, поставили вард, игроки команды Малайзия. В принципе Бруду просто так не увидят, здесь все-таки деревья. Можно спрятаться. Вижена этот вард никакого не дает, а по деревьям понятное дело, что Бруду никто не увидит. Ну полезная ситуация, в общем-то, очень полезная способность у нас для Брудмазер, тем она и противна для оппонентов. А варды вообще стоят везде на нижнем лане, то есть где-то на линии у Бруды должны быть проблемы. Где-то в деревьях Бруда в любом случае может спрятаться, но пока что у Хая в соло у нас Бруду вряд ли накажет слабые. Ну и что, и ФБ забирает команда Малайзия. Кецекемба забрал в итоге Снайпера. На секундочку отошел Скайросмак где-то Хосту себе подсуетить. Подсуетил Хосту, правда без медгероя остается команда Минески. Ну и здесь Муши пытались загнать, в итоге Ова отдается нейтралам. Счет становится 2-0, но это только номинально, но его Джей, собственно, Муши отомстил. По факту счет 1-1, потому что фраг в команде Малайзия не засчитали. Еще и на Куху выходит у нас Джей. Ну и недалеко Бристалбэк. Кстати, можно Куху попытаться здесь загнать, и звери на него агриться, и все, кто только можно. И уже здесь Ова. Полетели каски, и скорее всего Джаггер отсюда не уйдет. Джесси Уош еще один спрей, и Куху умирает. Для Бристалбэка первый фраг. На лоу ХП отсюда улетает Джей. Счет становится, ну, по факту 2-1 в пользу коллектива Минески. Тим Малайзия ответили только... Не ответили, а начали этот файт. Благодаря фестбладу от Кеца Камбан на мидлейнере команды Минески. Ну, на нижнем лайне у нас Бруда. Бруду пока не накаляют. 8-2, правда, стоит Бруда. Формить особенно не дают. С другой стороны, и демеджа в Бруду практически не вносят. Она стоит фуловая, получает экспириенс. Дальше будет шестой. Гораздо больше себе сможет позволить Ку-Ку на нижнем лайне. По Крипстату на первом месте Снайпер. Даже несмотря на то, что слился он на ФБ. Кеца Камбан его не перефармивает. Но его роль тут, в принципе, загонять лично Снайпера. Крипы это такое дело. Наживное. В принципе, Вайпер свое-то заберет. Ему важно быть бойцом более важного амплуа. Того, кто будет убивать героев, а не фармить 5 Крипов. Крипы в любом случае нужны. Тут, скорее всего, для... Ну что, выход пошел у нас в Джея. Очень быстро Джея разбирают. Но здесь, опять же, всем селом пришла команда Малайзия. Ова, по-троим сразу и каски. И проклятие тоже у нас на Джонни висит. Джонни может дойти, но Кеца Камбан должен забирать Виджи Доктора. Венга в итоге у нас вряд ли. Да, Маледикт не добивает у нас Венжи Фулл Спирит. На лоу хп здесь Джея. Еще один удар от мидера команды Малайзия. И Вайпер забирает дабл килл. Кеца Камбан 3-0 идет на пятой минуте. 5-3. И давайте не будем ориентироваться на этот фраг, который нейтралы сделали. Потому что можно просто-напросто запутаться мне и вам слушать мои запутанные речи. 3-5. Все, забыли. Нейтралы, не нейтралы. Это такое уже. Не самое важное в данном матче. У Бристлбека. Уже 900 есть на руках. Джесси Уош в принципе может себе Транквилу купить. Сколько я понимаю. Или куда этот Ринк оф Риген. Возможно в Худ у нас Джесси Уош будет выходить. Ну пока Маджик Стик. У него есть Бутсов Спид. Орпов Веном приобретает себе Джесси Уош. Ну и немножко по хилу здесь. Ну и Стаут Шилд для Бриста. Святая святых. Ну Джаггернаут. С одним тапком и с одним танком. 8-1 у Куху. У Бристлбека в это время 26 на 9. Легкая линия для команды Малайзии просто в ад превращается. С Джаггером ничего сделать не могу. Только как далеко уже у нас Бруда пропушила. Просто между Т1 и Т2. Тьма тьмущая тараканов от Бруды. Никого не выпускает. Но здесь будет нон-стоп, я думаю, битва суммонов. Ухай у нас уже имеет третий Натчерскол. Третий Энт. Ну и здесь Куку с третьими тараканами. Поэтому тараканы против Энтов. Такая себе битва. Битва слабочков. Но с другой стороны количество и тех, и тех впечатляет. Забирают у нас Вич Доктора. 6-3 становится счет. Малайзийцы начинают команду Минески просто-напросто рвать. И двигаются по всей карте. Дезраптор еще у нас с хайграунда решил кого-то поймать. Здесь Джей спрятался в елке, потому что Кеца Кэмба уже 7-й левел. Вайпер Страйк был проюзан у нас только что Вич Доктора. Очень быстро ВД развалили. У Джей по фарму 28 на 7. У Вайпера в свою очередь 23 на 6. Но при этом 4 килла. Доминейтинг Стрик уже есть для Кеца Кэмба. Прилетает ему Хедреска. Есть у него ПТ. Рейсбенд. Ну и готовится выход в Мекку от Вайпера. Когда Мека соберется от Вайпера, можно будет начинать пушить. Обходят у нас постепенно Охайо. Пошло замедление у нас от Скайра Смага. Охайо пытается улететь, но вот здесь Сайленс. Куда же ты улетишь под Салом? Ну и Бруда забирает первый фраг для себя. 33 на 2 по крипам у нас у Брудмазер. И при этом есть уже 1 килл. 7 левел для Ку-Ку. Ку-Ку-Ку-Ху. Попробуй вообще сориентируйся. Джесси Уош начинает настреливать по Джаггернауту. 6 левела у Ку-Ку-Ху нет, поэтому Бристлбек себя относительно комфортно здесь чувствует. Ну и Хилинг Гвард можно разбить. Именно этим и занимается Брист. В итоге загнал между Т1 и Т2 Джаггера. Джесси Уош. Ему-то в принципе фиолетово абсолютно реген есть. Хилка, если что, имеется. Через Спрей тут крипы в принципе мрут нон-стоп. И труда особенного это не составляет для команды Минески. Ой-ой-ой, Брудмазер в это время Дезраптора забирает. Просветили у нас Бруду. Охайо, за Ку-Ку. Увидели, Вижен имеется. Но тут можно ползать по вебу. Да, все, в принципе по паутине Ку-Ку отсюда справляется. Ну и в итоге... В итоге что? В итоге еще и Вингу сожрала у нас Бруда. 3-0 на данный момент идет Брудмазер. Ну и здесь в принципе умирает. Тараканы не должны доедать Кецек Мба. Вайпер на лоу ХП. Сюда же приходит Дезраптор. Нон-стоп файты по Т2. Глимсуют назад у нас Джея. Должны забирать. В итоге Дезраптор забирает у нас фраг со стороны команды Малайзия. Кецек Мба побитый уходит на собственный фонтан. Ну и счет становится 6-8. В пользу Тим Малайзия. У Джесси Вош уже тысяча с копейками на руках. Стаут Шилд есть. В принципе вангвард вряд ли будет лишним. Потому что дэмэджа достаточно много наносит команда Малайзия. Причем с руки здесь венга есть. Которая через ауру потом начнет бесить всю команду Минески. Да и вообще бывает разве лишним когда-то Кремзон Гвард на Бристлбеке. Думаю нет. 3-1 для Ку-Ку. Ну команда Минески по фарму по-моему впереди. Да так и есть. Тысячу по золоту они выигрывают. По экспириенсу правда проигрывают одну тысячу малазийцам. Хотя по золоту... Ну ай Бристлбек в это время Джаггера. Да что ж ты так быстро плавишь. Что у нас Джаггер просто умирает как бумажный. Ну и еще бы. Ничего у Джаггера нет. Только-только появляются фейсбуцы. ХП вообще очень мало на шестом левеле. Не в плюсы шел у нас Куху. А при этом еще и 2 Блейд Фьюри вкачал. Ну только один плюсик здесь. Поэтому понимаете что проблема. По ХП полнейший развал у нас. Так глимсует у нас назад Бристлбека. И сразу же в статик шторм. Кинетик фил. Здесь наваливает Вайпер спину. Вайпер страйк вообще не тратят. Он стапа был для Вайпера уже на данный момент. Рецепт на Мекку готов. Баклер есть. Хедреска есть. Все. У Вайпера есть Мека. Это до 10 минуты. Мидер по-моему состоялся со стороны команды Малайзия. Давайте посмотрим на снайпера. Ой позорище. Ринго Факвила только. Мордип маск. Ну опять же снайпер идет со стороны команды Минески. Со счетом 0-2. А здесь у Вайпера 6-0. Ну Бруда исправляет кое-как положение команды Минески. Хеллингвард сожрите. Ну Тараканы очень быстро справляются у нас с Хеллингвардом. Но там один удар. Понимаете. Не сложно. Линия пушится. Все в паутине. Все мерзко выглядит со стороны команды Малайзия. Скайра с магой не глимсуют, как я понимаю. Нет, Джей у нас улетает. В итоге Джей остается живым. Ну правда Т1 теряет команда Минески. 11-ая минута. Счет 7-9 в пользу команды Малайзия. Ну и полторы тысячи по золоту выигрывает Минески. По экспириенсу в ноль выходит. Хотя напомню уступали одну тысячу своим оппонентам еще пару минут назад. Звук хрипит и потрескивание местами. Может это я хриплю, не звук. Вы имеете ввиду, коротит что-то по типу микрофона или... Дайте более точную инфу, что там хрипит и что потрескивает. Может колонки потрескивают. Если у кого-то еще траблы со звуком есть, напишите в чат, чтобы я сориентировался побыстрее. Куху перемещается на нижний лайн. Тараканы его уже здесь ждали, ждут и будут ждать. Так тараканы любого здесь ждут. У Куху 920 хп. В принципе теперь неплохо. 8-ой левел. Плюсики немножко наскачнул. Мейнкерри команды Малайзия. Но проседать по хп в любом случае будет. И в принципе здесь при наличии тараканов, при наличии инвиза, особенно бруда у нас от омни слэша не пострадает. Поэтому в соло джаггер бруде вряд ли что-то делает, когда разойдутся у нас прыжки на все эти 5000 тараканов, которые бегают рядом с брудмазер. Понимаете, что демиджа на конкретно бруду, на Куку у нас практически не будет. Ну один максимум 2-2,5 удара пройдет. Есть уже обливент став для Куку. Есть у него уже соло ринг, рингов базилус и пауэр третс. Под смоком алазийцы. Просто завордели вражеский лес, отсюда должны уходить. Ну и по золоту давайте посмотрим, что там. Аминески по золоту 3,5 ведут. По экспириенсу 700 тоже в их пользу. Это при том, что Малайзия убивала больше на 2 фрага. Трипла. Вот, даже не трипла. 4 игрока команды Малайзия выходят на нижний лайн. Не появляется у нас брудмазер. Очень далеко находится Куку, но он в принципе держит линию. Не дает возможности пропушить нормально, поэтому герои здесь танковать тавер точно не будут. Что это за такой курьер? Это такой крутой курьер у Муши. Ну и Бруда тоже с линии не уходит. Просто какая-то чума вообще для команды. А Малайзия побежал за курьером у нас, побежал Куку. Все, курьера сжирают. Ну это просто же ужас какой-то. Команда Малайзия вообще не знает, что тут, я так понимаю, делать. Вроде Таура не убили, раз и потеряли курьера. Линия нижняя вообще невывозимая со стороны команды Минески. Так, у нас Дизраптор на лоу хп отъезжает в таверну. Файт пошел у нас с нами, Длейди. Сандер Страйк есть на Вич Докторе. Вич Доктор вполне может быть умрет. Вайпер Страйк на Вич Доктора потратили. Или на Джесси Уоши. Нет, нет, не знаю. Короче говоря, не знаю. В любом случае, забрали Бристалбека, забрали у нас Вич Доктора. Потеряли только Дизраптора. Ну и Монстр Килл уже для Кетцик Эмба. У Вайпера есть Мека, у него есть ПТ, Рингофа Квиллой и 1600 на руках у Вайпера. В принципе, сейчас, приобретая Яшу Манта Стайл, вся команда Минески будет терпеть. Кто будет убивать Вайпера, пока что непонятно вообще. Тараканы, я так понимаю, сами по себе рассыпятся от коррозив скин Вайперского. Поэтому у Минески траблы есть в этом матче. Да и не только в этом матче. Малайзия, конечно, помощнее выглядит по составу игроков. Тоже как пойдет у команд. Пока что у Минески дела, в общем-то, неплохо. Они выигрывают, но тут очень много золота сконцентрировано в Вайпере. Давайте посмотрим. Да, топ Нетворс на карте. 7200 у нас для Кецакомба. На втором месте идет Джей. Тоже вроде как вырвался вперед. Хотя и 0-2 Джей. Но Джей всю игру фармит, а Кецакомба всю игру убивает. Поэтому где-то близко идут друг с другом. По крип стату 107, 108 даже у нас для Джея. И всего лишь 51 для Кецакомба. То есть он в два раза меньше убил крипов, чем мидер команды Минески. Как же комфортно Бруде. Она никуда вообще не собирается. У нее все в порядке. Уже где-то приближается Уоркит. На данный момент 2 обливент стаффа для Бруда есть. Просветили у нас Куку. Что Куку? Просто уйдет у нас в елке. Какой Вижн? А Вижн есть. Куку у нас включил ульту. Начинает есть Джонни. На лохэп здесь Джонни. Побежали за ним тараканы, но не должен умирать Джонни Винга. Меньше 100 хп, но в принципе остается живой. Бруду забирают во второй раз. 3-2 идет у нас Куку на данный момент. По золоту Минески 4. По экспириенсу всего лишь 1000 в пользу данного коллектива. Ну, по ультам видим, что у команды Малайзия всех уже есть 6 лвла. У Минески та же история. Все, в принципе, по ультам уже имеется. Дезвард пока что Твич Доктора не видели. Да и вообще вместе как-то команда Минески не собиралась. Малайзийцы, в свою очередь, все чаще собираются вместе. Ну, еще бы не собираться. Бруду в соло никак не законтрить. Тим Малайзия на Рошана. Энто в проюзали. Охайо здесь отправил Энто. Если что, чекать, где у нас кто находится. Ну, и Минески понимают, в чем дело. Юзнули смуг, побежали смотреть, где находится команда Малайзии. Совсем чуть-чуть остается Рошану. Все, Малайзийцы забирают у нас Роху. Нападать нет смысла. Хотя, все-таки Минески решают подраться. Джесси Вош, Накеца Кэмбана. Лоха Феджони. Дезвард пошел на Сотовы. Минус Винга уже. Минус Вайпер. Свайпер разбивают здесь Аегис. Бруда у нас. Под ультой. В Куху. Куху у Мнислэш еще не юзал, так и не юзнет. Минус 3 уже сделали игроки команды Минески. Статик Шторм под ноги. Кинетик Филд. Глимсует Джесси Вош. Ну, и Куху дальше не побежал. 10-12 в пользу команды Малайзии. Ну, Минески очень классно пофайтили здесь на Рошане. Я думаю, что файт безусловно в их пользу. Да, они забрали троих игроков. Еле-еле ушел отсюда Вайпер после потерянного Аегиса. И полторы тысячи по золоту для Минески. По экспириенсу. По экспириенсу тоже тут тысячи. Ну, сколько-то там было в пользу Минески. Я так не обратил внимания. А в любом случае, более четырех по золоту для Минески. И по экспириенсу в абсолютный ноль идут команды. Бруды. Уже имеется Оркит. Солринг, Ринков Басилус и ПТ никуда не девались. Ну, главный артефакт на ранних левелах, на ранних минутах для Бруды собран. В принципе, программа минимум выполнена. У Снайпера уже есть Сенжин Яша, есть Мом, Пауэр Трэдс и Ринков Аквила для Снайпера. Со стороны команды Малайзии. Мидер, Вайпер. Уже есть Яша, Мекку, ПТ, Боттл и Аквилу мы видели. И тысяча сверху после Яши для Вайпера. По Нетворсу Снайпер выходит вперед. Опять же, он продолжает фармить, он не файтится практически только сейчас. Где-то подошел на руху, а до этого вообще не участвовал в драках. Ну, разве что в качестве жертвы. Ну, Снайпера Мом есть. В принципе, все. Фарм просто будет быстрее. Больше ни на что у нас Снайпер не тратит свое время только на фарм крипов. Приобретает себе Сенжин Яша, приобретает себе Мом. Это просто, чтобы быстрее было убивать крипов, а дальше уже будет файтиться. Как бы ему не врезаться потом Вайпера, который 8-0 идет с огромным количеством подхила, подсейва, с крутым дефом, с коррозив скином. Что там Снайпер будет против него делать, непонятно вообще мне. Но пока Минески ведут. Пока что ситуация для них положительная. 4 тысячи по золоту, по экспириенсу тоже. Порядка тысячи в их пользу. Но опять же, это все в один момент может перевернуться. Как только Малайзия у нас соберет нужные артефакты. А вот, кстати, и Мьолнир на Охайо появляется. Уже тараканы у нас бедняги. Сами себя будут убивать, это во-первых. Во-вторых, и маму свою будут тоже выносить лапками вперед. Есть Мека, есть уже Мьолнир. Это означает, что тараканы становятся практически бесполезными. Венжи, фулл спирит у нас с медальоном. Джаггер, фазымом полторы тысячи укуху на руках. У Дизраптора полторы тысячи на руках. Пока ничего. Гентал оф Стрэндж и Бутс оф Спид. Для Муши. Под смоком Минески во вражеском лесу. Еще и в спину сейчас зайдут команды Малайзии. Они, мне кажется, в ус не дуют, что тут происходит. У Джаггера появляется Блинк Даггер. Ну что, готовится выход. Джей под смоком. Все, в принципе, ну, смок спадает. Должны уже начинать файтиться игроки команды Малайзии. Понять, что кто-то их где-то ждет. Все, увидели, что со спины зашли. Кецакемба пошел здесь в снайперов грызаться. Под ноги Мистик Флеер. Джонни на лоу ХП. Кецакемба здесь старается улететь. Все, Вайпер делает тэп-аут. В итоге потеряли только Венжи Фулл Спирит. Остальные пошли... Ну, куда пошли? Куда угодно пошли. Джаггер у нас. Блейд Фьюри тэп-аут. Все, куху здесь уже нет. И ульта снайпера, по-моему, полетела через все расстояния у нас конкретно. Джаггер. А ну-ка. Нет, ульта снайпера не долетит. Нормально так патрон срикошетил. По всем законам физики. Охайо. Быстрее теперь начнут появляться артефакты. На третьем месте у нас по Нетворцу Охайо. У него 99300. Вайперы, поэтому можно судить, что сложная для команды Малайзии очень даже неплохо. Прошла. Ну, и Nature's Profit в любом случае по фарму тут, скорее всего, выйдет в топ и опередит всех. И снайпера, и вайпера, и, конечно же, Бристлбека, и всех-всех-всех. У Nature's Profit такая судьба быть самым богатым на карте. Охайо вместе с Дизраптором на нижнем лайне. Их не мешают Минески. Чем занимаются вообще Минески? Вот вам и Брудмазер. Джаггер просто в соло, благодаря Джоне, благодаря Просветке, благодаря Медальону, очень быстро через Омни Слэшку Хуна забирает Бруду. Малайзия постепенно начинает отыгрываться. По золоту они по-прежнему более четырех проигрывают. По Экспириенсу, правда, практически в ноль вышли. Но здесь Nature's Profit есть, который в любом случае задолбит команду Минески. По лайнам летать или просто стоять бить с руки, абсолютно плевать. Охайо свои артефакты вывезет. Там скоро появится Хекс, еще какая-нибудь ерунда, какие-нибудь криты напоследок. И бедная-бедная команда Минески. Ну, Nature's Profit это правда имбовый персонаж. Все об этом прекрасно знают. Ну что, оставляют Тауэр самому себе, летят дефать свой мидлей. На лоу ХП здесь Джей. Куху, пошел крутиться дальше за Джейм. В итоге потеряли Веншфул Спирит, забрали Скайра с мага, забрали Бристалбека на миде. Ну, это уже гадлайк у нас для Вайпера. Кецокомбат даже не гонится дальше за снайпером. Ему неинтересно. Он уже гадлайк. У него 9-0 на 23-й минуте. Что делать с Вайпером? Просто объясните мне. По итогу файта почти 2000 малазийцы выигрывают. И по ХП 2200 тоже для них капает. Ну, видите, что по золоту. 4,5 проигрывали. Теперь где-то 2,5 в пользу команды Минески. По ХП чуть более 3000. Ну что, гадлайк забирают. Наконец-то. Джей у нас нашел, как приструнить здесь Вайпера. Забирает с него 750 голды. И снайпер более-менее приходит в себя. Пока что он на первом месте по фарму. У него 13,5 тысяч. Дальше идет у нас Вайпер. Дальше идет Охайо. В последнем файте Нейчерс Профит не умирал. Ну, пора уже как-то и начинать сплитпушить. Но тут и Нейчерс Профит. И для этого все приобреталось. Ultimate Orb на Охайо уже имеется. Нижний лайн. Давид Бруда. Никто на подсейв не идет. Хотя сюда идет Джаггернаут. Получится ли вообще просветить? Нет, соло вряд ли получится. Хотя недалеко у нас Джонни. Надо просто просветить и попытаться забрать Бруду. Уже недалеко команда Минески. В составе трех человек. То есть, если он не слэш на троих разделе, то и не так критично. Брист еще у нас подходит с Секрет Шопой. И здесь же Ова. Кого мы потеряли? Кого забыли? Все, в принципе, в пятером команда. А нет, не в пятером. Улетает у нас Джей. Фармить нижний лайн. Мант оставил, появляется для Вайпера. И выйдет Ассасинейт. Насколько я могу судить. Нейч из профита уже 15-й левел. Вроде бы Хай отставал. А теперь, собственно, время берет свое. Фуриона у нас будет летать, бить, летать, бить. Убивать героев, пушить товара. Ну и такая у него действительно судьба. У Вайпера 500 на руках. После смерти Манта Стайл уже готов. Кецакамбас здесь со снайпером будет драться вообще налегке просто. Малазийцы готовятся зайти на Рошан. Роха появился об этом. Прекрасно все узнали. Винга завардила у нас хайграунд. Поставили Сентрик. Ну и будут, скорее всего, заходить уже сейчас. Ой, как не повезло-то, а Бруде. Как классно у нас пропрыгали. Пропрыгал ульт Нейчис Профита по тараканам. Появляется для снайпера Скади. Джей, конечно, по фарму чудеса какие-то творит. Он шел 0-2 не так давно. Сейчас 2-2-5. Но дело в том, что по крипам 212. Всех почти обогнал, кроме Нейчис Профита. У Профита не такой нетворс. Хотя вроде как и умирал. Джей и убивал примерно так же, столько же, сколько Нейчис Профит это делал. Минескина, Рошана, малазийцы. Будут ли врываться? Кецакэмба готов. Вайпер страйк. Произвали в снайпера. Снайпера будут пытаться забрать. В итоге пока что Аегиса нету. Джей на лоу хп. Дезвард в Кецакэмба. И Кецакэмба в итоге умирает. Умирает также здесь Джей. Выкупается вайпер. Рошан у нас отошел для... Я даже не понял, для кого. У кого Роха. Ну-ка, скажите, скажите, скажите. Бристалбэк забрал у нас Роху. И Скайросмак в данном файте делает трипл килл. Трех очень важных героев забрали. Еще и Вайпер четвертый отправляется в таверну. Но Байбэк и Цакэцакэмба. И вот его преимущества, в принципе, ничего не осталось. 10-2 счет. То есть последние вообще файты заканчиваются со счетом 1-2 для Вайпера. И эти 9 киллов, в общем-то, теперь ничего не значат. Снайпер умудрился, будучи под Вайпер страйком, под поезон атак, под замедлением дичайшим. Благодаря коррозии в скин еще Вайпер много чего и вейдил и доставлял неприятности Снайперу. И это была не проблема. Снайпер в любом случае у нас расковыривал Вайпера. Ну и Брист просто бегает и спрейд. Спрейд и бегает. И все у Бриста в файте получается хорошо. Берст демиджа нет, попробуй его снеси. А он за это время так жестко наплюет в каждого, что можно остаться вообще без какой-либо возможности драться. Ну, чем дольше будут файты идти, тем страшнее эти файты будут для Тим Малайзия. У Нейчис Профита появляется Мордип Маск, Ultimate Orb тоже для Охайо есть. Я так понимаю, просто чтобы немножечко хотя бы отъедаться, 15% вампиризма теперь присутствует. Для Нейчис Профита больше ничего, пока Охайо не приобретал. А ну-ка Доминатор, Доминатор, нет. Ну же нет, просто Охайо прячется в кусты и лететь отсюда. Нет, обманул всех и меня в частности. Охайо пешком у нас перемещается, пока что никуда не одевается. Но Нейчис Профиту будет, наверное, не лишним здесь даггер приобрести. Ultimate Orb на подсейв, на хп, на дэмэдж. Да, неплохой артефакт, потом выйдет в хекс, скорее всего, у нас Фурион. Но пока что... Пока что ситуация для НП не самая лучшая. Его команда горит. И Ку-Ку обгоняет уже Нейчис Профита, обгоняет Кеца Кэмба. И Снайпер так страшно отрывается. На 3,5 тысячи впереди у нас Джей. Обогнал всех в своей команде, обогнал команду соперника. Просто в хлам вообще. Ну и смотрим, смотрим, смотрим. Вышли у нас тараканы за Муши. Даже Сандер Страйк, по ним они сами рассыпятся. Муши... У Муши есть даггер. Муши вообще все равно абсолютно на этих тараканах. Ультимейт Орб есть для Ку-Ху. Думаю, что Манта Стайл Джаггер в итоге соберет, потому что слишком много здесь атаки конкретно точечно по целям вот от того же Снайпера, от Бруды, которая уже давным-давно с Оркидом и просто Манта Стайл Маст Хэп. Все-таки под Сайленсом толку от этого Джаггернаута никакого нет вообще. Поэтому тут никаких скади по началу не будет. Сразу же Манта Стайл будет от Мейн Керри команды Малайзия. По золоту 7500 для Минески. По Экспериенсу 5 с копейками тоже в пользу коллектива Минески. За Ку-Ху погоня. Сразу 3 человека гонят у нас Ку-Ху. Джейс ловит его как может. Дезвард пошел по Ку-Ху. Ку-Ху, скорее всего, здесь умирает. Ну, видишь, Доктор забирает этот фраг. Ну и Мейн Керри команды Малайзия опять отправляется в таверну. 1-6-7 идет Джаггернаут на данный момент. Мейн Керри со стороны команды Минески. Снайпер 2-3. Не самый хороший пример для подражания. А кто нас вообще убивал-то? Вот у Бристлбека 3-3. У Снайпера 2-3. У Бруды 3-3. Да не может быть. 7-3 идет Скайра Смак. И Вичдоктор 3-5. Такие, без каких-то звезд играет команда Минески. Никто не выделяется там каких-то стриков по типу тех, которые Вайпер у нас вырывал. Ни у кого нет. У Вайпера 10-2. У остальных, правда, беда. Полнейшая 3-3. 1-6 для Джаггернаута. Ужас 1-5. Для Венжи Фулл Спирит 1-2 для Нейчерс Профита. Под Тим Малайзия, я думаю, затрещало. Пространство, на котором они находятся, пока ничего хорошего их не ждет. Минески продолжают наращивать свое преимущество. У них 7 тысяч. 7,5 даже по золоту и по экспириенсу 6 с копейками. Тоже для команды Минески. Давайте по артефактам пробежимся. У Бристлбека появляется Алибарда. Это после Кримзон Гварда и Мекки. Скорее всего, Вайпер здесь. Хотя есть еще одна жертва. Это, скорее всего, Нейчерс Профит. Кстати, у Нейчерс Профита уже Сайт оф Айс есть. У Хайо обязан просто переформить всех и вся и замучать команду Минески. Мы так давно не видели Нейчерс Профита. И лучше бы ему быть хорошим героем, чтобы опять не зафлеймили фанаты коллектив Малайзия. Хуху смелый во вражеский лес отправляется. В это время команда Минески на Т2 выходит. Совсем чуть-чуть остается у Тавра. И можно с этой пачкой крипов, с этим количеством тараканов, идти на хайграунд. Мешать вряд ли кто-то будет. Сентрик здесь стоит. Но далековато, конечно, поставили Сентрик игроки команды Минески. С другой стороны, это не критично. Снайперу плевать на Сентрик. Он просто с километра стоит и расстреливает Тауэр. В это время на хайграунд Охайо. Охайо на 5-5-9-3. Вичдоктор на лоу-хп не сбивает. Ему телепорт отправляется. Еще и на топ-лейн отправляется. Отправляется дальше фармить Охайо. Неинтересно ему дефать, неинтересно ему пушить. Не дали пушить, окей, буду фармить. Но собираю еще больше артефактов и потом попробуйте убейте меня. 1800 для Охайо уже после появления Хекса, после Мьелнира. И в итоге этот парень ведь накажет у нас команду Минески. Пока те будут по 3-4 человека выходить, он будет прилетать и в соло разваливать одного-двух игроков. И пинать Тауэра, пинать Трон, пинать Туалет и все, что только можно. Вайпера 3600 на руках. Есть Манта Стайл. Надо идти в какой-то дичайший дэмэдж. Надо что-то делать со Снайпером. У Снайпера все хорошо теперь по количеству хейлспоинтов. В Скаде есть, есть БХБ, есть Масков Мэднес. Тут только физическим дэмэджем можно наказать Снайпера. Вайпер переобитает себе Мейлстром. Ну и Дамьелнира, я думаю, тоже в итоге у нас пробустит данный, прогрейдит, точнее, данный артефакт. Мейлстром, как был, так и остается для Нейчест Профита. Но это его хлеб. Ему надо фармить и чем больше, тем лучше. Фурион уже отстает у нас на 3000, даже меньше, чем на 3000 ОДЖН на Снайпере. 2500 на руках у Снайпера. Что команде Малайзия надо делать? Им надо выточить на какой-то файт игроков команды Минески, постараться их покайтить, чтобы как можно больше пространства дать Нейчест Профиту для Пуша. При наличии Сайта Файс у Нейчест Профит для него не проблема контрить одного-двух героев. Скайросмак на лохэпэ, это уже на хайграунде. Куху, как далеко зашел. Джаггер у нас. ТП аут, быстрее валить отсюда. Так вот, сам по себе у Хайо может одного-двух игроков, ну, наверное, одного скорее. Один вообще для него не проблема. Просто бросаешь Хекс и за счет Мелнира, я думаю, что у Хайо любого разберет. Разве что Снайпер станет проблемой. Но если Снайпер у нас улетает на деф, или Бристлбек, например, улетает на деф, то малазийцы своим-то пиком должны разваливать этих саппортов и Скайросмага, и Вич Доктора. Это вообще не проблема абсолютно. Лоу хп что у одного, что у второго. Скайросмаг вообще тут сладкая булка. Тысяча хп. Ну, это стандартная схема. Пока что Куху вместе с Ухайо отправляется у нас по нижнему лайну. Не собирается выходить Бруда. У Бруды ничего нового не появилось, кроме БКБ. Ну и 6000 на руках у Куху. Ку-ку-ку-ху. Такая потрясающе крутая фантазия у нас у малазийских игроков. Что с одной стороны, что с другой. Ну и все, Куху пошел играть Фуриона. Старался сделать ТП-аут. Очень классно получилось. Да, вроде Мистик Флеер заэвейдил, но здесь Снайпер с дабл-дэмэджем под Момом. Никуда у нас не уходит Джаггернау. 19-18. По золоту. Минески выигрывают 10 тысяч по экспириенсу. Они выигрывают 6000, но это ничего не значит. Пока в пике есть Нечис Профит. Надежда, в принципе, жива любая. Я напомню еще раз, это азиатский дивизион Айлиги. У нас тут финал, Best of 3. Вот, поэтому катки будут играть. Ну, минимум две игры мы с вами посмотрим. Просто дело в том, что у нас в 19.30 играет Na'Vi против Тинкеров. И я думаю, не только мне, но и всем. Более интересно посмотреть, как там Na'Vi будут смотреться, чем смотреть на битву за кусок хлеба азиатского дивизиона. Еще и не Китая, а Филиппины, Малайзии. Но это... Есть дота и поинтереснее, в общем. Поэтому, если что, если время будет поджимать, вы уж не расстраивайтесь, я переключаюсь на Тинкеров. Вместе с новями это, в общем-то, поприоритетней. Кто за, можете плюсик в чат поставить. Я посмотрю на нашу многочисленную голосовалку. Кто против, конечно, ставьте минус, но он считаться не будет. Два минуса считаются у нас за один плюс. У Вайпера 2700 на руках. Мейлстром есть, никуда пока Вайпер не распродавал свое добро. Мека по-прежнему у него, манта ставил у него, и Ринку Факвилу до сих пор с собой Вайпер носит. 18-й левел для Кеца Кэмбан. У Джея 21-й. Снайпер становится вооруженным и очень опасным. А в 19.30 играет Na'Vi против Тинкер. По Киеву, по Москве 18.30 сет. Дез Ватт пошел по Охайо. Охайо здесь под Мелниром. В итоге хиксанули здесь Ову, будут пытаться уйти Охайо. Каски полетели по нему, ТП сделать не дадут. Начи с профит у нас с золотишком. В принципе, и байбэкнуться можно, но смысла пока никакого. Файт не намечался, а тратить тьму тьмущую денег на байбэк, это излишество даже для Начи с профита. Сейчас реально важная ситуация, какая-то случится, какой-то важный файт, и не будет байбэка у Фуры. И что теперь? И что тогда делать? Поэтому надо экономить. Деньги надо экономить. Вообще, такую привилегию, как байбэк. Прекрасно знаете, что там в серьезной лейте 5 минут без байбэка, это критично, это горе вообще для команды. Игра постепенно в лейт у нас уже выходит. 39-ая минута закончилась. А после 40-ой, после 45-ой минуты, как, что же это такое, как не лейт? У снайпера 3-300 на руках. Появляется баттерфляй для Джея. Скоро появится, пропадет Аегис, и все, и Джей будет просто у нас сходить и бить руками. Кенедик Филд поставили, глимс на Джея не сделали, у Джея есть, если что, БКБ. Поэтому просто так его не глимсонешь. Кецакенба пошел файтиться со снайпером. Стоит по шрапнелью. Снайпер просто у нас разваливает потихонечку вайпер. Вайпер под сайленсом. Да юзни же ты, Манта-стайл, вайпер. Сбрось себя всю эту хренотень. Нет, Кецакенба у нас отваливается. Нечис Профит появляется, и байбэкается вайпер. Вот теперь байбэк действительно нужен. Если Профета еще бы здесь разобрали, ну, о чем тогда можно было бы говорить? Малазийцы и так сейчас горят плотнейшим образом. 14 косарей, они проигрывают золото, и по экспириенсу 12 с копейками. Тоже в пользу команды Минески. Юй, да ничего себе иллюзии вайпера. Чуть ли не половину хп снайперу сносят. Это еще при наличии Баттерфляй, при наличии Масков Мэднес. Джесси Уош, Спрейм поливает команду Малайзии. Где Нечис Профит? По нижнему лайну в это время идет Охайо. Охайо есть криты, 4200 на руках. Нечис Профит быстрее назад. Снайпер убивает Венш Фулл Спирит. Полетела ульта у нас в Ову. Должны видеть здесь Вич Доктора. Где снайпер? А снайпер у нас по шрапнелю начинает наваливать по товарам. Ну и Охайо боится к себе домой вернуться. Представляете, до чего дошла техника у нас? Какой у нас снайпер жесткий. Охайо, ну делай же что-то. Что такое? В это время падает у нас мидлейн команды Малайзии. Убивает Джесси Уош Джаггернаута. Снайпер просто с пулемета расстреливает у нас топлейн. Теперь переключается на Т4. Т4 будут убивать. Охайо, ну не надо лететь туда. Куда ты, Охайо? Охайо у нас взлетает на крипов. Дает хекс в крипа. Великолепно. Лучше не придумать. Охайо, ТП аут на собственный фонтан. Ну и здесь всю команду Малайзия просто насилуют муши на лоу ХП. Джаггер через иллюзии, через что угодно. А Джей фуловый стоит. У него есть Баттерфляй, у него есть Мом, у него есть Айов Скади. И он вообще не проседает по хеллспойнтам. Он просто стоит и бьет. И ему вообще плевать на всех. Охайо готов ворваться хоть куда, Джесси Вош. Закрыт у нас в прутах, ну и не просядет по хп Джесси Вош. Точнее, если просядет, не критично. Бруда готова уже выйти на Охайо. Подсветили. Еще одна шрапная эльмистик флеер под ноги. И под фонтаном Охайо у нас погибает. Куда ты, Нейчис Профит? На нижний лай, но Малайзия уже написала ГГ. Это действительно ГГ, потому что Минески не отпустят эту игру. Ну что, поздравляем команду... Кто-то у нас выиграл. Минески, да? Поздравляем Минески с первой победой. Ждем вторую катку. Надеемся, что она будет быстрой, динамичной и вполне уверенной, чтобы мы ничего сегодня не пропустили, а отправились на новей Тинкеров. Все, пока что небольшая пауза. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Там все обновления по поводу дальнейших кастов. Группа Ютуб, там все вводы по прошедшим матчам. Ну и услышимся уже через несколько минут. Пока что небольшая пауза. Музыка, заставка. Не переключайтесь, зовите друзей. До скорой связи. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка, заставка.